Музыка 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 Говорим про браслет Amazfit BIP или как его еще в народе называют MiBant 3 от ксевого суббренд Amazfit выпустил новый трекер часы Но для начала немного статистики и характеристик Музыка 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 Музыок Музыка 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 Итак Amazfit BIP или Как его еще некоторые называют Xiaomi Mi Band третьего поколения. Вот это вот такой оптимальный экран, который у нас идет без подсветки. Подсветка поставил на минимум, но в принципе она справляется как бы нормально. Ставил я здесь русскую прошивку, потом была прошивка на английском языке, в принципе глобальная версия, прошивки, она же и осталась. Вот работа компаса в действии. В принципе компасом я особо так и не пользуюсь. Есть режимы тренировок, разные настройки, разные варианты циферблатов. Есть даже отображение здесь погоды, можно скачать дополнительные экраны. То есть функционал у них намного побольше за счет большого такого дисплея можно выжать все. Сравнение с Mi Band вторым будет немного попозже. Пока же хочу сказать по поводу удобства часов. Сейчас они заблокировались, вот они разблокировались. Поднимаем вверх и здесь отображены сообщения. Еще одно сообщение ВКонтакте. 10 приложений у меня сейчас подключено, оповещение которых будет приходить на часы. Оповещение звонков. Все на языке настройки системы самих, самого телефона. С этим как бы попроще у них. Вот. На руке нормально сидят. Единственное, что мусор цепляется очень хорошо. Мыло. Ремешок надо будет менять, мне так кажется. Потому что чистить его замахаешься. Он уже потерся. Если Mi Band второй потерся где-то через год использования, то эти уже неделя и уже следы видны. Вот такие вот потертости. В принципе удобные. Случайных нажатий нет. Вибра работает на порядок лучше, чем Mi Band втором. Скажем так, как первый. Но если, допустим, должен сработать будильник, он будет предлагать отключить его, либо перенести на 10 минут на задержку. Это удобно. То есть пока не отключишь, он работает. И работает сильнее, чем на втором Mi Band. Это, конечно же, плюс его. Вот. Меряет, да. Не давление, а меряет сердцебиение датчик замера пульса. Здесь такой же, как и Mi Band. В принципе, и шагомер. Все полностью идентично. Можно так сказать. Все. Работает на высоте. Обновления конкретно вот на эту модель приходят постоянно. Вот. Поэтому будем пользоваться. Смотреть стекло. Пока еще целое, не поцарапанное надпись. Оно сфит присутствует. Накладки заказал. Защитные для кастомизации. Посмотреть, что из себя будет представлять это ноу-хау. Вот. Заказал ремешок. Ну, ремешок, в принципе, можно взять любой браслет. На 20 миллиметров поставить. Вот. Удобно. Если выключить свет, то даже при выключенном экране нормальный. Вот подсветка экрана. Сейчас зайдем, увеличим подсветку. Запас мощности большой. Ну, как бы минимального хватает. Вот максимальный запас света. Мне хватает минимального. Ночью, чтобы не будить ребенка, чтобы работал будильник, этого вполне достаточно. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА